Екатерина Третьякова Мирославе или Елизавете с именем мама еще не определилась. Всего четыре дня. А процесс кормления уже налажен. Впечатления от работы специалистов только положительные. Дадут совет, всегда подскажут и поддержат. Я просто в восторге. Я как будто на курорте. Нахожусь тихо, спокойно. Все так уважительно относятся. Ну, то есть, классно, очень нравится. Всего два шага из палаты. И ты уже как будто не в роддоме, а дома. Здесь не только кроватки для малышей, но и детские игрушки, книги, лавочки и вся необходимая мебель. Чтобы в любой момент мама могла не только онлайн в чате обратиться, но и прийти к нам сюда очно и, соответственно, позаниматься с прикладыванием малыша, решить проблемы дефицита веса, если есть у ребенка. Занятия не ограничены ни по времени, ни по количеству. Причем врачи советуют начинать получать знания еще во время беременности. Команда специалистов не только дружелюбная, но и профессиональная. И акушерогинекологи, и неонатологи, и специалисты по грудному вскармливанию, и психологи. То есть, такая большая командная работа. Не только открылся центр, но и выросла кленовая аллея. Сажали деревья многодетные мамы. Юля Журавлева воспитывает троих детей. Дочки появились на свет здесь же, в Одинцовском роддоме. Младшей Арине всего пять месяцев. Вот знаете, начиная с 2013 года роддом преобразился совсем до неузнаваемости. Стало намного все лучше. Прекрасные отношения. То есть, рожала третий раз, как в принципе и все предыдущие, по полюсу ОМС. И все было просто замечательно. Кленовая аллея будет только расти, как и количество выпускниц центра грудного вскармливания. Пока он только начинает свою работу. Олеся Лукина, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова.